Все новое, хорошо забытое, старое. Однако про эту полезную привычку наверняка помнят многие. Сдача макулатуры в советское время проводилась повсеместно. И сегодня такой старый добрый метод сбора вторсырья существует. Щелкове сдать макулатуры и тем самым помочь природе может каждый. Муниципалитет принял участие в ежегодном подмосковном эко-марафоне. Важно, чтобы не захламлять помещения, чтобы избавляться от ненужных каких-то книг, но при этом не выкидывать их. Мы неоднократно принимали участие в этой акции. Стараемся помочь природе, сохранить дерево, сдавая макулатуру. Стоит отметить, в этом процессе участвуют многие, целыми семьями и коллективами собирают и сдают вторсырье. Эко-марафон «Сдай макулатуру, спаси дерево» проходит дважды в год во всех уголках Подмосковья. Городской округ Щелкова не исключение. Так, в парке культуры и отдыха в течение нескольких дней работал пункт приема вторсырья. Газеты, журналы, старые книги, то, что долгие годы могло пылиться в углу за ненадобностью, теперь отправиться на вторичную переработку. И, конечно, принесет немалую пользу. Не допустить попадания вторичных ресурсов в окружающую среду, тем самым позаботиться об экологии. Вот основная цель эко-марафона. Когда родители приводят маленьких детей, и он там хоть маленький пакетик, один килограмм, но унесет, добросовестно кладет, то есть это приятно наблюдать. Это очень важно, потому что, например, одна тонна макулатуры, это спасает 10 деревьев. За два дня акции мы собрали уже почти три тонны, то есть, считай, 30 деревьев мы сохранили. За собранное вторсырье начисляются баллы. От количества сданной макулатуры зависит, сколько деревьев и кустарников высадит муниципалитет на свои территории. Анна Балиет, Валерий Жегле, Щелковское телевидение.